На данный момент проблема употребления психоактивных веществ стоит довольно-таки остро, то есть это связано как с доступностью получения этих веществ, модой определенной, и, к сожалению, нельзя сказать, назвать какую-то определенную прослойку обществу, которая подвержена. Лет мне было, наверное, около 12, это было первое употребление алкоголя. Случилось это у бабушки в дворе, потому что было такое место, где было практически невозможно это узнать и видеть родителями. Зависимость наступает очень быстро, причем опасность заключается в том, что сам факт зависимости человек может осознавать очень через длительный промежуток времени. Так называемое, если говорить про среду употребляющих, это розовое употребление, когда еще нет негативных последствий, как кажется человеку. Но при этом современные синтетические наркотики, они как раз таки опасны тем, что они, наверное, разрушают в первую степень не физиологическую составляющую, не здоровье, а именно психическое здоровье. Ну, первые ощущения были, ну, понятное дело, что, как бы, чего я ожидал, да, это какая-то, ну, эйфория, да, какие-то, ну, эмоции, то есть, ну, чувствовал себя, мог общаться везде, то есть, ну, в любой компании. Ну, а потом это все со временем стало меняться, меняться и, ну, доходило до того, что, что сначала я себя, то есть, ну, хорошо мог чувствовать, да, ну, в употреблении, а потом это были какие-то, ну, головные боли, там, какие-то еще, там, ну, другие боли, да, все равно же это, как бы, ну, влияет, да, на физическое, ну, состояние. А также и, помимо физического, были и психические какие-то, ну, вот, такие моменты в плане того, что могло что-то, ну, померечься, там, мог что-то увидеть, кого-то услышать. Ну, хотя на самом деле этого, то есть, ну, не было. Были все вот просто так называемые, ну, галлюцинации. Уход от нормальной жизни в нашем с вами понимании наступает быстро, но для зависимого человека этот этап, он очень-очень незаметен. То есть, он сам не может этого сразу обнаружить. Если говорить об осознанности, насколько человек принимает проблему, и может ли он сам прийти к тому, что ему нужно лечиться или какую-то помощь оказывать. К сожалению, учитывая длительность разрушения наркотиком, да, что ранее я наблюдал случаи, когда человеку было достаточно одного употребления, чтобы у него были необратимые последствия, то есть психиатрические нарушения. Ну, я понял не сам, это было, как бы, ну, с помощью родителей, да, потому что сам я, в принципе, ну, не видел этой проблемы. Было тяжело, не видел и не хотел признавать. И, как бы, была оказана какая-то помощь, да, там, первая, там, но я ее не воспринимал, потому что это все было не по моей воле. То есть я этого сам не хотел. Курс реабилитации, ну, он, по факту, очень длителен, на самом деле. Это от полугода, да, то есть мы рассматриваем. Это именно, как можно сказать, стационарное нахождение. Вообще курс реабилитации, он состоит из двух этапов. Это стационарное нахождение в какой-либо клинике или реабилитационном центре. И социализация уже после выписки, то есть амбулаторное сопровождение. Все рассматривается от полугода, конечно, все индивидуально, но нужно еще понимать, с каким осознанием проблемы человек попадает к специалисту. Кто-то может попробовать и амбулаторно, да, если у него полное осознание, если у него полное понимание проблемы, он готов к выполнению всех рекомендаций. Если мы говорим про человека, который не совсем понимает, и у него еще очень далеко до выполнения рекомендаций, которые дает специалисту, здесь, конечно, все будет удлиняться. Для меня самое сложное это было, ну, понять и принять то, что, наверное, мне придется расстаться с употреблением, да, вот с этим, ну, кайфом, да, что реабилитация и задания, которые я там прописывал, да, направленные на то, чтобы я смог увидеть проблему, ну, показывали мне о том, что, ну, как я стал меняться, как стала меняться моя жизнь в употреблении, то есть, ну, самое сложное было это понять то, что больше у меня нет, ну, возможности употребить. То есть, мне придется, ну, расстаться с этим употреблением.